Мэр Магадана проверил подготовку города к зиме. Глава муниципалитета посетил частный сектор. Его жители, так же как и жители многоквартирных домов, получают коммунальные услуги. Как отмечают эксперты, и постройки, и инженерные сети выходят за границы земельного участка. Трубы холодного водоснабжения также установлены с нарушениями. И поэтому, если зимой случится какая-либо авария, специалисты не смогут помочь. Я хотел бы призвать всех к тому, чтобы соблюдали правила, соблюдали технические условия, по которым вы подключаетесь, и водопроводы, канализацию, тепловые сети, и вообще уважительно относиться к тем людям, которые здесь работают, и не мешать им проведение работы. Ну и я отправлю сюда земельный контроль, потому что, конечно, заужение уличной дорожной сети улицы Сибирска, оно недопустимо, потому что зимой встаем сразу с проблемой расчистки улиц от снега, подъездных путей для пожарных, машин специальной техники и так далее. Как отмечают эксперты, горячую воду жильцы частных домов получают и системы отопления. Отдельного трубопровода нет. И как только отопление в Магадане запустят, в микрорайоне также появится горячая вода. Сейчас специалисты активно ведут работы по улице Сибирской, проводят реконструкцию тепловых камер по всем направлениям. С сегодняшнего дня началась приемка учреждений дополнительного образования культуры. По словам комиссии общий уровень подготовки к новому учебному году оказался очень высокий. Также с 18 августа начался прием подачи заявлений в первый класс детей с 6,5 до 12 лет на новый учебный год по разным направлениям. Народные, струнные, духовые инструменты, фортепиано, вокал и ранее эстетическое развитие. Сегодня произведен уже набор и будет производиться до 1 сентября еще дополнительный набор. Я хочу сказать, что среди населения, среди наших детей достаточно очень востребованы эти услуги, будь то обучение в художественной школе, будь то игра на музыкальных инструментах. И каждый год у нас даже по набору много желающих, которые мы, к сожалению, не можем принять из-за того, что не хватает уже и помещений и так далее. В этом году в детскую хоровую школу закупили новое оборудование, а именно микшерный пульт и клавиши. Для детей приобрели новые подставки под ноги, а также специальные регулирующиеся подставки на сидения для малышей. Директор хоровой школы рассказала вечернему Магадану о подготовке к новому учебному году. Проведена генеральная уборка, у нас косметический ремонт, покрашены стены, ну и в коридорах тоже все как бы аккуратненько, чистенько, все подготовлено. У нас в школе ведется дополнительный прием сейчас, так что мы приглашаем детей на предпрофессиональные программы фортепиано и хоровое пение. Что касается детской школы искусств, то в этом году по национальному проекту «Культура» приобрели новые музыкальные инструменты – баяны, домбры, флейты, рояли, пианино. Почти все уже находится в школе, однако клавишные инструменты немного задерживаются, но к первому октября они уже должны быть на месте. Помимо этого также заказали новые мольберты, графические планшеты и многое другое. Сейчас у нас идет дополнительный набор учащихся с 24 по 31 августа. С 3 до 6 можно прийти на вступительные экзамены. Принимаются дети с 7 до 12 лет. Мы с радостью, с удовольствием будем их ждать на разные отделения наши. Это хореография, художественное отделение, театральное, музыкальное, конечно же, различные инструменты. Ну и все остальные, вся подробная информация у нас есть на сайте, в инстаграме, как бы все доступно, все открыто. 17 августа в актовом зале Северо-Восточного государственного университета прошло заседание Общественного совета при УМВД России по Магаданской области. Участники заседания рассмотрели несколько актуальных вопросов, один из которых было проведение на территории Магаданской области оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021». Многолетняя практика проведения таких мероприятий показывает, что этот вариант обеспечения безопасности в сфере добычи и использования водных биологических ресурсов является одним из самых эффективных. Именно поэтому его проводят ежегодно, не опасаясь каких-либо возникших проблем. Естественно, главная цель проведения «Путины» – это предупреждение и пресечение браконьерского вылова рыб. Это оперативно-профилактическое мероприятие в этом году проводится с 1 июля по 1 октября. В проведении «Путины» активно помогают не только сотрудники органов внутренних дел, а также Росгвардии и пограничное управление ФСБ. Необходимо признать, что лица, занимающие незаконной добычей лосося, принимают меры для обеспечения защиты криминального бизнеса. Их в арсенале находятся быстроходные катера и техника высокой проходимости, спутниковые телефоны, приборы ночного видения, тепловизоры. Сотрудникам органов внутренних дел необходимо не только обнаружить место незаконной ловли рыбы, но и документально зафиксировать промысел. Поэтому приходится действовать изобретательно, так как уровень технического обеспечения недостаточен. Несмотря на это, на сегодняшний день пресечено 62 факта браконьерства. Возбуждено 12 уголовных дел о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Согласно статье 256, часть 1 УК РФ, подобные нарушения наказываются штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет. Наибольшая часть таких преступлений произошла в Ольском районе. Библиотеке поселка Сокола 55 лет. Она насчитывает около 3000 читателей, а это больше половины всех жителей микрорайона. Коллектив учреждения регулярно проводит различные встречи и мероприятия, игры, викторины, соревнования. Специалисты готовят программу ко многим праздникам. Только за прошедшие два месяца провели более 20 встреч. В летний период библиотека сотрудничает с детскими лагерями, которые находятся в поселке. Вместе с ребятами проводят флешмобы, турниры, различные беседы. Ну вообще мы работаем в летний период с площадками, которые организованы на базе школы номер 20 и социально-педагогического центра. Ну для них лет – это вообще прекрасная пора, поэтому для них такие всякие спортивные, развлекательные, квесты проводим. В общем, с ними мы работаем летом, в принципе, очень часто, может раз в неделю точно. Кроме того, библиотека предоставляет возможность использования справочно-правовой системы, электронных каталогов, услуг медиатеки и сети интернет. Благодаря депутату городской думы Николаю Юрущуку в библиотеке сделали ремонт. Реконструировали помещение, которым раньше не пользовались. Теперь это социальная гостиная. Этот кабинет мы используем как социальную гостиную. Здесь проводятся и различные мастер-классы, и какие-то библиотечные уроки, часы. В общем, вся массовая работа библиотеки, можно сказать. А какие проблемы были в кабинете? Что вы тренировали? А здесь, в принципе, ремонта не было вообще никакого, и кабинет просто стоял закрытый. Вот хочется большую благодарность выразить депутату городской думы, Юрущуку Николаю Владимировичу за содействие в ремонте. В сентябре специалисты планируют провести квест ко дню микрорайона, экскурсию в библиотеку и выставку «Осторожно! Терроризм!». Определить, сможет ли семья с детьми и беременная женщина получать ежемесячные пособия, можно по среднедушевому размеру дохода семьи. Он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отчет этого периода начинается за 4 месяца до месяца подачи заявления. Например, если обратиться за выплаты в августе 2021 года, то будут учитываться доходы с апреля 2020 по март 2021 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы за нужный период на количество людей. Одно из важных составляющих – правило нулевого дохода. К нему относится уход за детьми в случае, если это один из родителей в многодетной семье, уход за ребенком на достижение им возраста 3 лет, обучение по очной форме для членов семьи моложе 23 лет, срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации, официальная регистрация в качестве безработного в центре занятости. Магаданцев от 14 до 35 лет приглашают принять участие в Школе развития творческих навыков «Прокачка танцы». В рамках встречи колымчане смогут посетить мастер-классы, пообщаться с профессиональными хореографами и опытными танцорами региона. В завершении творческой школы пройдет танцевальный марафон, где ребята презентуют свои творческие проекты и получат отзывы экспертов. Для участия необходимо подать заявку на сайте АИС «Молодежь России» до 20 сентября 2021 года. «Прокачка» – это ежегодный образовательный проект в сфере творчества для молодежи региона. В ноябре 2021 года запланировано проведение нового направления «Прокачка музыка».